Вот я уволился со службы, где служил больше четверти века. 26 лет календарных я отслужил на классе. И начал другую жизнь. И сначала чуть-чуть поработал на хозяина, а потом на ферме. А одной, заместителем генерального директора по безопасности. Там был такой бред. А потом начал заниматься своим делом. Самым разным. Сейчас вспомнишь, и смешно, и стыдно, и жалко все это выглядело. Но так было. Ну, например, я начал работать на себя. И было такое время, когда просто экспансия товара из-за границы, дряни всякой, ввалилась на наши страны. Из Китая, из Турции. И все на этом делали деньги. Из Турции потоком через порты черноморские шли такие товары, как шоколад. Безобразнейшие совершенно. Там всякое печенье, конфеты и прочее всякое дрянь. Шелуха. Турки сильно на этом сделали деньги. А мы дурачки. Ну, такая жизнь была. Я так мыслил. Покупали оптом и продавали мелким оптом. Там, допустим, я так делал. Развозил это все. Была у меня такая страница в моей жизненной истории. И вот я сейчас вспоминаю. Я радовался заработанным 10-15 долларов, 20 долларов в день. Если мне удавалось сделать, я был очень горкий, рад. И мне казалось, что 200, 300, 400, там, 500 долларов я зарабатывал в месяц. Я был уже таким крутоватеньким. Я видел, что другие ездят. Не на восьмерке, как я ездил на Жигулях. А на Мерседесах. Ну, как-то это вот всем не казалось далеко от меня. Даже подступиться куда-то там. Какие-то предприятия, какие-то бизнесы такие серьезные, как мне казалось. Нет, вот я по-своим, думал я. И мелко теребил вот эти заработки, вот по-малиночку. Сейчас я понимаю, что это, возможно, был такой естественный рост. Но если бы кто-нибудь мне попался на жизненном пути и сказал, что мое мышление мелкое, бизнес мой жалкий, думаю я вот такими вот пропорциями, и открыл бы мне глаза на какие-то перспективы, на более серьезные вещи, то я бы, конечно, я бы, конечно, среагировал. Но никто не попадался мне на пути. Книжек в то время не было таких, чтобы читать. А то, что попадалось, все было ерунда. И я вот так жалко существовал. И постепенно продвигался, я находил какую-то тему, в основном купить, продать. И что-то, значит, вот до тех пор, пока не попал в сетевой бизнес. И когда я попал в сетевой маркетинг, в июне 96-го года, то тут мне стали давать литературу, какие-то кассеты. И я увидел людей, которые занимаются тем же, что и я, но зарабатывают миллионы. И вот тогда меня пронил. Вот уже тогда я понял, что здесь лежат большие деньги. И я стал смотреть, с первого дня, по сути дела, в сетевом бизнесе, я стал смотреть на самых высоких, на тех, кто на самых высоких ступеней. На героев этой индустрии. В разных книжках, на разных кассетах, на разных семинарах. Я свой взор держал все время на тех, кто зарабатывал много денег. 30 тысяч долларов в месяц. 40. 100 тысяч долларов в месяц. Приезжает такой парень. 100 тысяч долларов в месяц. Он там крутой весь в значках. И я понимал, а что он делает? И он рассказывает, что он делает. То же самое, что делаю я. Продают продукт. Подписывают людей. Строят организацию. Учат. Делают чего? Продавать продукт. Подписывают людей. Учат других людей. Учат. Что-то рассказывают. Что-то чем-то делятся. Вот впервые за всю свою жизнь я увидел, что в бизнесе есть серьезная тема. Я перестал смотреть налево, направо. Я имею в виду другие варианты бизнеса. Я сконцентрировался на сетевом бизнесе. На сетевом маркетинге. И смотрел только на тех, кто зарабатывает много денег. Вот это меня спасло. Я долгое время не зарабатывал по разным причинам. Но взор свой я держал на верхних. Я зарабатывал там 500-800 тысяч долларов. Я понимал, что это мало, потому что есть люди, которые зарабатывают 40-50 тысяч в месяц. Я верил, я видел, что они занимаются тем же самым делом, такие же люди. Но они поднялись. Они рассказывают свои истории, что один был плотником, другой был недоученным студентом и так далее. Они поднялись. И значит и я. И мое мышление стало формироваться и двигаться в сторону больших целей. Зачем я это вам говорю? Я вам поясню сейчас. А начинал я свою коммерческую, предпринимательскую жизнь с жалких, занюханных, малюсеньких целей. Я удовлетворялся маленькими доходами, делал такие мизерные шажки. Продал пак там каких-то шоколадок и радовался до смешного состояния. Потому что все, кто меня окружал, занимались такой фигней. Но беда вот что-то. Наверное, можно было бы покрупного смотреть и там, но это было трудно. Но когда я пришел в сеть выберет, мне сразу раскрыли глаза, здесь много денег. Здесь огромный потенциал. Читая книги, я сразу понял, откровенно говорю, искренне говорю, что я сразу понял, что здесь правда есть деньги. Если хороший продукт, если он действительно работает, и если все, дублицируя друг друга, продвигают этот продукт, и ты получаешь с последующих поколений растущий геометрический прогрессий процент, то это же много денег может быть. И примеры таких людей, которые добились, значит, мне говорили о том, что это реально. Теперь надо только было научиться, как это делать. Вот весь вопрос. Но я вижу многих людей, которые приходят в сетевой бизнес и думают точно так же, как будто они, как я, продают какие-то занюханные шоколадки. Они приходят в сетевой бизнес, где огромное количество денег, невиданная в истории человечества возможность простому, обыкновенному парню без образования, без связи, без денег, просто выполняя простые действия. Пользуешься продуктом, чуть-чуть продаешь, и строишь организацию из людей, которые пользуются продуктом, чуть-чуть продают и набирают новых людей, которые пользуются продуктом, чуть-чуть продают и набирают новых людей. И стань здесь в этом деле асом, и твоя жизнь состоялась, потому что ты стал крупным предпринимателем, который заработает 5, 10, 15, 20, 40, 50, 70 и более тысяч американских долларов в месяц, делая простую работу. Это было для меня открытием, я уцепился за этот шанс, и я с жалостью смотрю на людей, которые приходят в эту индустрию и по-прежнему смотрят на этот потенциал, на эти возможности, как будто это бегать из магазина в магазин и перепродавать какую-нибудь ерунду. Настоятельно рекомендую всем посмотреть на бизнес, которым мы занимаемся, сетевой маркетинг, серьезно, основательно, и рассмотреть здесь миллионы, увидеть здесь миллионы, увидеть огромное количество денег, увидеть свободу, увидеть за спецификой этого бизнеса, увидеть потенциал, который рассмотреть многие не могут. И входить с большими, с крупными целями. Я попробую чуть-чуть, заработаю 20 долларов, мне хватит. Да, я перепродал там какие-то таблеточки, какой-то бантик, какой-то тюбик, там что-то такое, заработал, ура, великое счастье. Подписал одного человечка, вот он, возможно, начнет работать. Это все смешно. Нужно приходить с серьезными намерениями, нужно браться масштабно, энергично, по мощному за дело, ввести бизнес крупно, капитально и ставить высокие цели. И тогда у вас получится. Ну, пусть будет не миллион, а 40 тысяч долларов. Это будет лучший класс. Я желаю вам удачи, додумайтесь. Есть ли смысл в бизнесе, где много денег и где можно ставить самые высокие цели, преобразовывать свою жизнь до невероятия? Есть ли смысл копошиться, как курица, разгребать лапы и искать там позернышки? А? Давайте возьмемся всерьез. Я желаю вам удачи. До свидания.